Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что, у нас закончился турнир и забираем свои награды. Лига мастеров, 3 звезды как ты видишь, давай. И нам достается 9,5 сюриков, 50 дынка на Леонардо Классику, 90 золотых оскоков и 75 платиновых. Так, и начнем смотреть кто у нас. Твою же налево, а? Да, ребята, Микеланджело. Такой персонаж у меня тоже прокачан, поэтому особой прыти у меня нету. А на испытаниях у нас будет, ага, Усаги и мощь, это уже на платиновом испытании. Ну что же, сцены насилия. У нас здесь есть что-нибудь стоящее? Да, на этой неделе мы с вами вот этот вот сцены насилия проходить не будем, потому что нет смысла. А городская война тени на солнце стоит, потому что здесь есть Кунаичи, Шинигами и все. Жаль, конечно, неделька не особо богатая на дынка для моих персонажей, но тем не менее. Так, что у нас там по предметам? Все тихо, по монетам тоже все тихо. Кстати, я купил, ребята, три дынка на Шередера. Теперь уже осталось одно найти и все, и мы его прокачаем. Ну а по жетонам, как ты видишь, вообще все кисло. Так, задания все у меня выполнены. Ну что, приступаем. У нас, как всегда, ребята, все начинается с турнирной арены. Будем бустить. Ну что, собрались в бой. Так, давай-ка найдем с тобой 11-11. Обычно нам всегда везет, да? Но тут что-то не выпадает. Да хорош вы! Дайте мне 11-11. Я имею ввиду кубков. Нет, друзья мои, что-то не дают прикинь. Вот. Ну что же. Муха, Бибуб и Карайка. Максимальный уровень, я вижу, тут 20-й. Но для нас это ерунда, потому что мы начинаем с 30-го уровня. Так что, поехали. Так, ну что, Доня, будем сегодня делать с тобой... Тихо ты, Карайка. Совсем припухол. Давай, наверное, вот так сделаем. Да чтоб тебя. Надо Бакстера валить. Ну-ка, отлично. А теперь массовая атака от Дони, ролевика. Постепенный урон мог бы, конечно, повесить, но не прокатило. Ладно, друзья мои. Первая наша победа сегодня на турнире, и мы двигаемся дальше. Что у меня в планах? Дойти до Лиги Сеунов 3 звезды. А вот получится он у нас или нет, это мы посмотрим в конце. Так, отлично. Воин 2 звезды. 7-7 позиция. Кстати, очень медленно что-то мы идем. 7-7 позиция, сам понимаешь, да? И тут уже дают 11-12. Вот, я лучше возьму Титяна. Хе-хе, Титяна. Пускай будет Титяна. Хотя там на самом деле, наверное, хотели написать Татьяна. Вот так вот мы с тобой возьмем. 21 уровень максимальный. Это у Дони ролевого. Но нам-то все равно. Так, Хан. Давай-ка вот так попробуем его заклевать. Ай-яй-яй. Не вышло. Тогда получи. Так, теперь, наверное, лучше Дони. Да что ж такое-то. Воу-воу-воу, хиляет, да? Молодец, красавчик. Тебе это особо сильно не помогло. Мы все равно тебя завалим. Так, ну-ка. Бейсбольными битами. Да ладно. Что-то они не готовы разбираться с первого раза. Ты смотри-ка. А крепли, видимо, враги. Ну что, давай посмотрим. Должны, по идее, перепрыгнуть с тобой на Лигу Войнов. Три звезды. А позиция... 86-я. Что за дела-то? Мы должны с тобой, наоборот, сокращать дистанцию. А она у нас как-то увеличивается. Так, 11-12, да? Пока я вижу это максимально, что мне дают. Ну что ж, придется соглашаться. Кто это такой? Не знаю, ребят. Будем брать. Будем брать и, конечно же, уничтожать. Самое удивительное, да? Мы с тобой поднимаемся по Лиге все выше. А уровень почему-то у бойцов вражеских все ниже. С чем это связано, пока не знаю. Видимо, из-за этого мне не дают кубков. Нормальных. Так, ладно. Поехали. Из бластера. Монда Гека. Сразу упал. Давай попробуем карайку. Вау. Пошла маза, ребята. Так, Рафаэль. Выпендривается. Естественно, бросает свой Сай и промахивается. Ай-яй-яй. Лео, а мог бы его забомбить? Но он, видимо, настолько слаб, что никак у него это не получается. Но для нас-то главное, чтобы победа и как можно выше подниматься по турниру. Так, друзья мои. Мы перешли в элиту. 85-я позиция. Уже хорошо. Но отсчет у нас начинается... Знаешь, да откуда? С самураев. Кука. Хорошо, что не скука. Так, у него... Смотри, как кожеголовый есть. Ух ты. Где же ты его выкопал-то, а? На своем уровне. Скажи-ка мне на милость. Родной. Кука. Ладно. Давай накажем. Так, тут Майки, Бибоп, Кожеголовый и Леофин. Начнем, конечно же, с массовых атак. Фигня какая-то получилась. А если вот так сделаем? Ну вот. Другой разговор. И шенигами его добивает. Все прекрасно. Идеальная победа. И двигаемся с тобой дальше. Да, конечно, неделька эта у нас не очень радостная. Как я уже говорил, да? В плане ДНК. Персонажи практически все у меня есть, которых тут предлагают. Так, ты видишь, да? Мы с тобой даже не перепрыгнули. Обычно мы до Лиги Самураев с тобой идем практически без остановок. То есть у нас все время повышается лига. Воин, Элита, потом Самураи. А тут, смотри-ка, мы с тобой встряли. Два раза на Лиге Элиты. Но зато дают 12-14 кубков. И возьмем с тобой Богдана. Так, Богдан. Тут я смотрю максимальный уровень 29. Это у Железноголового. Ну, у них 29-й, а у нас, к счастью, 40-й. Поэтому без проблем, естественно, будем с тобой это все проходить. Давай бросим гранату. Так, допустим. Ух ты, выпендривается еще. Ну-ка, ураганчик. В плане, я думал, что не все погибнут. Но не тут-то было. На тогда, сосисками получи. Хе-хе-хе. По лицу. Идеальные. Да. Двигаемся тогда дальше. Сейчас посмотрим, куда мы с тобой перепрыгнем. А, ну, элита. Две звезды, а ранг 41-й. Блин, монет у нас мало, конечно. Ох ты, 13-15. Смотри-ка, они сами меня начали бустить. Мне даже не приходится искать. Тихо, погоди. Уровень, кстати, ребята, а вот здесь уже есть некая опасность. В чем она заключается? У меня 40-й уровни, да? У него 34-й. Ну, скажем так, 35-й. Эти ребята вполне могут разобрать моих бойцов, если я не подстрахуюсь. Поэтому надо мне взять... Какого-то массового бойца, который бы мог их наказать. Давай, наверное, возьму Леонарда. Нет, фигня какая-то. Леонарда не прокатит. Крэнга? Да, Крэнг. Наверное, сгодится. Он своими ракетами, по идее, должен отнять, ну, хотя бы половину ХП. О, врагов? А, у нас еще Рафаэль, точно. Ну-ка. Слушай-ка, может быть, не все так страшно? Давай, Крэнг, добивай их. Ведь ты такой довольный. Почти получилось. Ну и Рафаэль, конечно же, добил последнего бойца. Отлично. Двигаемся с тобой дальше. Так, мы перейдем. Ну, конечно, перейдем. Элита 3 звезды. 54-я позиция. То есть, еще один бой, и мы с тобой уже будем в самураях. Так, а давай посмотрим. Может быть, дадут нам 14-15, хотя это вряд ли. Ничего подобного. Ладно, соглашаемся тогда на 13-15. Только возьму я Александра. Тихо-тихо, куда ты в майке лезешь-то? Смотри, он находится вроде в таком, ну, приличном ранге, да? А у него всего лишь 31-й и 34-й уровней. То есть, они, ребята, тоже как бы бустятся. И не надо мне напоминать в комментариях, что я играю с ботами. Ребят, я и так знаю, что это боты. Но сама суть, как компьютер их подгоняет, из этого я делаю выводы. Вот было бы еще прикольно, да? Если бы ты был в оффлайне, предположим. Компьютер выбирает тебя как потенциального бойца, да? И если ты вдруг выигрываешь, тебе начислялись бы бонусы. Заходишь в игру, да? А у тебя уже там фиг знает какой ранг. Вот это было бы, конечно, классно. Так, и добивочка. Все. Ну, тут, ребят, все на самом деле легко и просто. Тем более у нас тут массовиков очень много было. И мы с тобой забираемся, да, самураи. Ну вот, отсюда уже идет отсчет. А я говорил, что мы хотим сегодня пробраться именно в Сегуны, да? Три звезды. Ну, судя по тому, как у нас идет буст, мне кажется, не получится сегодня. Если, конечно, мы как-то вообще с тобой не рванем там супер-пуперски. Блин, у него 36-37 уровень. Даже 40 уровень он еще не получил. Слушай, тогда мне, наверное, не стоит здесь кого-то выбирать из могучих и сильных. Возьмем с тобой вот мутагеноида. Почему он? Ребят, ну, у него есть массовая атака, да? Хлопок по земле. Который наносит массовую атаку. Так, бомбочка. Бросай. О, что это за урон? Слушай, ну, здесь, по идее, нужно бомбить Бакстера Стокмана. Потому что 100% он бы использовал свою массовую атаку. Также, наверное, мы сделаем вот таким макаром. Криса Брэдфорда накажем. Теперь массовая атака от Рафаэля. Так, погоди. И... Мутагеноид. Давай. От постепенного урона Бибов одуплился. Вот так вот. Ну, что же. Хорошо, пошли дальше. Смотрим. Восьмидесятая позиция была. Да. Уже второй раз мы с тобой на одной из лиг застреваем. Тринадцать шестнадцать у нас. Во! Четырнадцать семнадцать. Отлично. Так, давай-ка мы с тобой... Тут уже, я смотрю, тридцать девятый. Ну, почти сороковой уровень у врагов. На всякий случай я возьму здесь Лео. Нет, это не то. Вот. Паукус. Паукус, да. Со своей массовой паутинкой он... Нанесет нормальный урон. Так что все будет хорошо. Поехали. Так. Теперь давай бомбанем. Замечательно. Так, надо, наверное, карайку нам наказать. Отлично. Так, теперь выбор. Либо массовая атака, либо провокация. Я думаю, массовую атаку сделаем. Да, что-то как-то кисло. Так, и мунку. И мунку он повесил. Ой-ой-ой, топотунчик ты. Ха-ха-ха. Недоделанный. Ничего у тебя не получилось. Ну что же. Сам прекрасно видишь. Все у нас отлично получается. И мы с тобой сейчас вот должны, по идее, перейти уже. На Лигу Самураев 2 звезды. 58 место. Окей. Так, 14. Во, смотри-ка. Аж. 14-18. Отлично. Так, выбираем с тобой. Кстати, ты посмотри, как он резко бустанулся. Уже почти 50 уровней против меня. Смотри, 46. 44. Вот здесь уже надо быть аккуратным. И я, наверное, возьму сюда карай. Надеюсь, она своими кунаями все-таки нанесет нормальное повреждение. Тем более мы ее качаем. Да? Прокачиваем ее на скиллы. Ну-ка, проверим. Ну, неплохо, я тебе скажу. Очень даже неплохо. Так. Наша Эйплим. Фигня какая-то получилась. Давай, наверное, знаешь, что сделаем? Дебаф. Угу. Отлично. Смотри, 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 что творят, а? Два раза даже ходят. Слушай, погоди-ка секунду. Оу, нет, только не отхил. Слушайте, друзья мои, я одного не понял. А кто повесил возможность им делать двойной удар? Не понял юмора. Крис Брэдфорд, он, по-моему, ничего не делал. Так, секунду. Как же нам с тобой быть-то здесь? Если я встану в провокацию, я боюсь, нас тут распетрушат. Тогда давай сделаем так. Ничего себе! Я в первый раз, кстати, вижу вот этот удар, друзья. Так, теперь, наверное, нам надо с тобой бомбануть Лео. Так, порошок смерти. Теперь Криса. Я не знаю, нужно ли хиляться. Я думаю, обойдемся мы пока без хила. Бросим просто бумеранг. Фу ты, бумеранг, веер. Ну-ка, отлично. Ну и остается... Тихо ты, остается только лишь добить. Да чтоб тебя. Давай так вот. Замечательно. Ну что же. Блин, а мне понравился вот этот вот бросок бейсбольной биты с шипами. Прикольно выглядело. Так, ну что? Да ладно, вы... Вот сейчас издеваются просто, ребят. Нет, таким темпом мы не пойдем с тобой в Лигу. В Лигу Сюгонов. Три звезды, дай бог добраться-то до двух звезд хотя бы. Ну ты сам смотри, мы с тобой на самураях просто зависли. Уровень бойцов все выше, выше и выше. Ладно, возьму, наверное, сюда тогда Зека. Сейчас Зек бросит свою бомбочку. Я надеюсь, он приличное количество ХП у них отнимет, чтобы моим было проще потом их разобрать. Ну-ка, смотрим. Ох ты! Обалденно он сделал. Так, Хан. Попробуем пробить. Отлично. Так, теперь, наверное, майки уберем отсюда. Да ну, ты че, ты... Да, Микеланджело фильм это, конечно, что-то с чем-то. Ну, естественно, естественно, он будет хиляться. Ну, а теперь... Все, минусы нули. Так, здесь можно сделать вот таким вот образом. А, у него и мунка была, поэтому шипы... Как говорится, с возможностью наложить постепенный урон здесь бесполезны. Ну-ка. Нет, не получилось пробить. Только зэк. Да, тяжкая идет игра. Тяжкая. Я думал, сейчас мы с тобой полетим как эти, как ракета. Ага. Ты все сам видишь. Ну что, Лига Самураев 3 звезды. 51 место у нас. И мы дальше с тобой смотрим. Так, 14-18 пока максималка, которую я вижу. И вот нам выпадает 15-19. Отлично. Тут уже все, ребят. Тут уже полтинники. Твердые полтинники пошли. Раз, два, три, четыре. И я здесь уже точно не буду, ребят, прикалываться и шутить. Возьмем с тобой Ваньку. Ванька-стиранка на 90-м уровне. В принципе, со своей пулеметной дробью. Я думаю, что он здесь ушатает их всех. Ну-ка, проверим. Ну, почти. Я удивлен, что Монда Гека выжил. По идее, он должен был тоже упасть. Ну, фиг с ним. Может быть, ему просто повезло. Сработал какой-то там процент уклонения. И он выжил. Смотри, опять мы с тобой... Твою налево. Вот вторую позицию. Вот не хватает чуть-чуть, да, чтобы пробиться, как говорится, уже на следующий ранг. Так, Мэтью у нас тут. Ну, давай возьмем Мэтью. Так, подожди, куда это я сиганул? Раз, два, три, четыре. Я сам только дошел до 51-го уровня, а у него уже они стоят. Ха. Ну, здесь, наверное, возьмем супер Шредера. Придется вот так, ребята, комбинировать, чтобы избежать вот этих вот рисков. Разбор моих персонажей. Товарищ Шредер. Наяривай. По идее, должен всех ушатать. Да. Даже не посмотрел на них. Просто взял и зачпокал. Так что, газуем далее. Наконец-то мы с тобой в сёгунах. Слушай, нет, ребята, я... Немножечко приврал. Скорее всего, мы с тобой перейдем. Перейдем и даже, наверное, где-то ближе к трем звездочкам подберемся. Так, у нас уже 60 уровень пошел. Давай-ка я возьму сюда, наверное, я... Вот так вот. Усаги, конечно же. Ну-ка. Давай, с постепеночкой. Как ты любишь. Да, ребят, почти всех. Но этот уже не желез, потому что на нем висит постепенный урон. Он в любом случае погиб. Ну, раз Майкью добил, значит, хорошо. Так. Позицию. Да что ж ты будешь делать-то, а? Два боя приходится делать для того, чтобы перелететь на следующий ранг. Так, 15-20. Это пока максималка, что я вижу. Эй-эй-эй-эй-эй. Верните мне 15-20. Эх-х-х. Да хорош. Вот. Так, Нарины какая-то у нас тут идет. Нарины, Марины. Давай возьмем, наверное, с тобой Леонарда сюда. Ну и... Вот этих вот бойцов. Окей. Поехали. Ну, тут достаточно будет одного Лео. 100%, я тебе говорю. Хотя... Нет, он должен завалить их. Шикарно. Мы, в принципе, с тобой раньше так и делали. Играли только за Леонарда, и все у нас отлично получалось. И никаких сомнений даже быть не могло. Сможем мы справиться или нет? Ну, а мы с тобой уже в лиге сегнув две звезды, и место у нас 68-е. Так, 68-е место обновить. Блин, неужели вам жалко дать мне 15-21? Или сколько это будет? 16-21? Тихо, тихо, тихо. Ахмат. Ну что? Давай я, наверное, возьму Бакстера Стукмана. Возьму Майки. А что я переживаю? Он у нас уже... Хотя я переживать стоит, ребята. А тут уже 61-е, 60-е уровни. Это тебе не полтиннички. Так что переживать в любом случае нужно. Как мы видим, здесь есть пид. Его нужно шлепнуть в первую очередь. Ну-ка, давай, Шреддер. Бомби. Да, ну, что это за удар такой был, а? Вот как надо бомбить. И добивка. Ну, совсем другое дело. Ну, слушай, наверное, мы все-таки попадем с тобой в Сюгун 3 звезды. Я надеюсь на это. Хватит нам запала. Так, сколько там? 25-е место. Да, получается, нам с тобой нужен еще один бой. 16-21 как раз у нас есть. Так, сколько тут у нас? Раз, два, три, четыре. Пять. И остается трое, да, которых у нас не используем. Придется два отката потратить до полной команды. Ну, и в принципе, все. Так, поехали. Армагон, давай, вали их всех. Своим этим валуном. Они даже пикнуть не успели. Ну, а дальше все просто. Мы берем с тобой троих персонажей, которые у нас не отыграли. Это там Рафаэль. Рахзар. Кто там еще? Да, мы уже с тобой в Лиге Сегунов. Три звезды. Опять же, ребята, я вам скажу, что это никакой не показатель. Потому что буквально, можно даже сказать, к вечеру зайдешь в игру. Или утром следующего дня. И ты уже будешь валяться, как всегда, где-нибудь в самураях. Потому что, ну, буст происходит, понимаешь. Все рвутся в топ. Ну, как можно ближе к призовому месту. И, соответственно, тебя потихоньку-потихоньку будут сбрасывать. Кто-то даже откаты будет тратить. Я больше чем уверен, так и делается. Но я этим не занимаюсь. Я вот сколько у меня есть, как говорится, персонажей. Как только мы их с тобой всех отыгрываем, на этом и заканчиваем. Ну что, отлично. Я думаю, где-то 50 место будет. Может быть, даже чуть повыше. Сейчас глянем. Ну, почти, ребята, почти 50. Все. Мы с тобой сегодня отыграли турнир. Можно было бы, конечно, пойти сегодня на испытание. Да? Взять, например, вот это и пройти. Но тогда завтра нам нечего будет делать здесь, поверь мне. Только лишь арена. А так у нас завтра будет и арена, и еще и испытание. Я думаю, что мы пока так с тобой оставим. Так, погоди секунду. Погоди, что я хотел? А, я хотел немножечко прокачать нашу карайку. Так, нам надо с тобой 7 биноклей найти. Ага, раз. Один бинокль нашли. Да чтоб тебя. Ну, давай ты уже. Ну, все, приплыли. Устройство отслеживаю. Ага, вот второй. Не хотят. Не хотят мне давать бинокли. Так, третий. Давай, может быть, здесь попробуем. Все. У меня еще и пицца закончилась. Почему так быстро? Интересно. В общем, в любом случае, нам нужно найти еще 4 бинокля и 12 кружек. И мы с тобой прокачаем вот эту вот пассивку по кровь тьмы на пятую ступень. Ну, а там уже останется вот этот вот удар копьем. Я думаю, где-то за недельку мы с тобой справимся. А вот кого дальше будем качать, пока не знаю, ребят. Сплинтер же у нас прокачанный, по-моему, да? Да, у него все на шестую ступень. Кстати, ты видел, что у баксера стопано, можно прокачать вот это до седьмой ступени. Ну, мне почему-то не охота. И этот удар не особо сильный. И он, тем более, одиночный. Он даже не массовая атака, ребят. Поэтому, как бы, я держусь пока. Не собираюсь тратить. Ну, единственное, что я пойду сейчас... Кстати, а сколько у нас осколков? Ну-ка, погоди секунду. Так, друзья мои. 335. Ты понимаешь, о чем это говорит? Что по окончанию этой недели и на следующей, да? Мы с тобой сможем перевести любого персонажа в платиновый ранг. Так что, давай сделаем заранее. Ты будешь писать, кого мы будем переводить. А я уже посмотрю, за кого проголосует больше народу. Того, конечно же, и будем переводить. Ну что, ребята. На этом, пожалуй, я буду, наверное, закругляться. За кадром пойду набивать вот эти вот осколки. А с вами увидимся уже в следующей серии. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok